Трудно устоять перед этими щенячьими глазами, скулящими в поисках вашего ужина. Однако, согласно статистике, некоторые породы всегда выпрашивают что-то у своих хозяев, пока те не сдадутся. Сегодня мы расскажем вам об этих породах. Среди них – бигль. Бигль использует свой нос для поиска добычи, а сегодня в качестве домашнего питомца – для поиска запаха пищи. Бигли счастливы и дружелюбны, но могут попытаться разграбить ваш мусорный бак, если он не закреплен. Бигли должны получать регулярные физические нагрузки на поводке или в огороженном дворе. Бультерьер. Эта порода должна иметь мускулистое телосложение, поэтому хозяевам важно следить за тем, чтобы их собака потребляла соответствующее количество пищи. Бультерьеры – чрезвычайно дружелюбные собаки с милым и веселым нравом, так что будьте готовы к тому, что они не будут попрошайничать. Такса. Таксы – милые, игривые компаньоны и идеальные питомцы для многих домов. То, что эта порода маленькая, не означает, что ей не нужны физические нагрузки. Эти собаки нуждаются в ежедневных умеренных физических упражнениях. Чтобы сохранить их длинное и низкое тело стройным, владельцы могут регулярно гулять, играть во дворе или привлекать их к таким занятиям, как земляная собака. Золотистый ретривер. Готовность к работе, которой обладает золотистый ретривер, сделала его полезным охотничьим компаньоном. Собакой-поводарем, собакой-помощником и поисково-спасательной собакой. Эта порода готова на все ради лакомства, поэтому владельцы должны следить за тем, чтобы не перекармливать своих собак во время тренировок. Необходимо следить за временем кормления и жизненным пространством, так как голдены, если их оставить на произвол судьбы, будут есть много того, что не является едой. Вельшкорги Пемброк. Пемброк Вельшкорги – одна из самых покладистых домашних собак, а также заядлый спортсмен во многих видах собачьего спорта. Смелый и дружелюбный, Пемброк хорошо поддается дрессировке и любит свою семью. Он любит, когда его вознаграждают за усердную работу лакомствами, но будьте осторожны, даже несколько лишних килограммов могут заставить эту коротконогую собаку казаться тучной. Мопс. Мопса обычно описывают, как много собаки в маленьком пространстве, и крепкое тело этой породы может пострадать всего от нескольких килограммов. То, что мопс маленький, не означает, что ему не нужны физические нагрузки. Игривый и ласковый мопс любит веселиться на улице или проводить время на прогулке со своей семьей. Ротвейлер. Предками ротвейлера были пастушьи собаки, сопровождавшие стада, которые римляне пригнали с собой, захватив Европу. Этих собак сотни лет селекционировали в Германии для развития пастушьих и охранных инстинктов. Поэтому, если ротвейлеры будут сидеть дома без дела, они могут набрать лишний вес. Эта порода наиболее счастлива, когда у нее есть работа и много физических упражнений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok